Так, сегодня у меня Оручьи Юниты Рассмотрю, покажу, расскажу Что интересного Вот, завтра попробую записать По Оручьим технологиям и потом Решил совместить приятно с полезным И так как я за Космодесант еще не делал роликов Руководство по Юнитам, по технологиям Я решил, что пройду игру Пройду игру И при этом параллельно буду рассказывать Про технологии, про отряды Вот, так сказать Приятные с полезным всем еще Единственное, что я еще не пришел к выводу, на какой сложности играть Потому что, ну если на средних Настройках сложности играть длится Где-то 150 ходов Да, максимум То при увеличении сложности она затягивается На ходов 200-300 вот Орки у меня, например, вообще 400 ходов То есть никому это нафиг не надо смотреть Видео 400 ходов абсолютно тупого мяса Бесполезного То есть, поэтому Я еще подумал, какие будут настройки сложностей Но они точно будут высокие Но вопрос в том, насколько высокий Так, по поводу орков Тут недавно вышел патч Сразу же Посмотрю, что в нем Тут есть, потому что Обновление для орков То есть Летающие отряды Лучше не могут захватывать и удерживать Ортифакт Но это общие паты для всех В том числе и для орков Так Бомбы из авиации и скиммеров Теперь имеют 50% точность И не могут Быть использованы против других воздушных мин Примерно та же самая штука Для всех Так Мельтобомбы У танкобоев Ну я их потом покажу Эти бомбы у танкобоев Теперь используют Характеристики ближнего боя Вместо меткости Дальнобойной Так Вот Ну это тоже я покажу Это Классная штука Правильно, что они наверное сделали Ближний бой Потому что орков Точность очень слабая Очень низкая Так Это Астромилитарум Это нафиг Так Увеличивает Борноборберы Это Бомбардировщики Орков Количество бомб С одного до двух То есть Увеличили Так Задержка Да С пяти до трех Тоже самое уменьшено То есть Еще немножко увеличили Я потом расскажу Покажу эти бомберы Так Скорчим весел Каунт Тоже увеличило Количество Выжигающих ракет С одного до двух Тандерболт Это не то Мегганс Да Дальность с двух до трех Увеличена Это Ну Что-то вроде артиллерии Орков Так Больше орков здесь нет Так Ладно Я тут недавно Закончил игру На ней Буду показывать Отряды Так В общем Что тут можно сказать Про орков Ход Четыреста Четвертый Да Он наложился Это плохо Надо кстати Им будет это Подсказать Что у них Из-за этого Накладывается Четыреста шестнадцатый Даже я бы сказал Вот В общем Ну это потому Что я тут Пытался создать Побыстрее Все отряды Чтобы их показать Ну и тут еще Думал Может быть квест Протяну Решил Короче Нафиг Не надо Четыреста ходов Мне уже Абсолютно Заколебало Градзор Они мне Абсолютно Не понравились Они конечно Неплохие В ближнем бою Очень много Урона Наносят Но Абсолютно Не способны Ничего Пережить Парочка Отрядов Я тут Заметил Они мне Понравились В общем Все расскажу И покажу Так Опять же Буду использовать Древо технологий Чтобы постепенно Идти Так Больше Дака То есть Куча с Дакой Здание Которое Производит Пехоту Куча для Даки Самый первый Дет Парни Парни Это так сказать Самый первый Отряд Орков Они появляются В самом начале Игры Дают Кажется Три штуки Они отлично В ближнем бою Очень хороши Для начала Игры Мне они очень Понравились Вот Но только Для начала Игры Довольно Быстро Умирают От вражеской Стрельбы Особенно То есть Но нейтральных Отрядов Долбить нормально Получится Кроме того Скорее всего Их понадобится Даже в поздней части Игры Огромное количество Потому что Он очень быстро Умирает И на себя Нужно принимать Огромное количество Парни Очень хороший Юнит Более того Он даже дешевый Так Сейчас Посмотрю Сколько Да Он стоит Примерно Точно так же Как Гвардейцы То есть 10 пищи 10 труды Содержание Одной пищей Единственное Только влияние Но у орков Это их фишка То есть Каждый отряд Жрет влияние В ход Но с другой С другой стороны Орки Они во время боя Это влияние Получают То есть Вот такая вот Отличная штука Интересная Так Что еще Можно заметить Наверное Против ботов Против компьютера Отличный отряд Огромное количество Урона Настя способен Принять Но их нужно Производить В огромных Каждый ход Должен новый отряд Появляться Потому что Их довольно быстро Выпиливают Но вот Против человека Я сомневаюсь Что они будут Очень хороши Потому что Они довольно быстро Умирают И Никто их На расстояние Ближнего боя Не пустит То есть Их довольно быстро Хороший человек Уничтожат Я вообще даже думаю Что если бы Играли два человека Примерно одного уровня То орки Орки бы Ни при каких обстоятельствах Не смогли победить Другого человека То есть Если человек играет за орков Он вряд ли смог Победить другого человека Равного уровня Потому что Они очень слабы У них очень низкая меткость Смотрите 33 Точность 4 Тут Это касается Практически всего 50% меткости 58 Это очень круто И все остальное Это x3 Это просто Настойший хлам Никого не могут Поплететь Ничего не могут сделать Вот Я тут кстати Посидел В дискорде Мододелов И Судя по всему Их вот эти вот Настройки Да Броней Здоровья Меткости Да Урона Взяты из 7 редакции Правил настройки Да То есть Они конечно Не один в один Конвертированы Но они конвертированы То есть Грубо говоря Они представляют собой Ну Те же характеристики Которые имеют В настойке 7 редакции То есть Грубо говоря Абсолютный хлам Потому что Настойка это Блин Там никакого баланса нет Никому это нафиг не надо Там ничего нету вообще Не знаю И мододелы Главное меня Поражают Что они хотят Именно правила настойки В игру Встраивать Зачем это надо Потому что Отряды абсолютно Например Просто достаточно Заорков появляют Чтобы понять что Никто Ну я например Больше никогда за них Играть не буду Настолько они мне Не понравились Вместо того Чтобы за 150 ходов Пройти Миссию Мне понадобилось 400 То есть Я очень сильно Был недоволен Ну ладно Дальше идем Что у нас дальше По отрядам Культ скорости Так Сперва Лагерь команды Лагерь команды Это здание Которое производит Героев Героев я здесь Не буду рассматривать Поэтому Можно их пропустить Вот культ скорости Как только строишь Культ скорости Сразу Можешь строить Быстроходную технику Вот И первое Что дают Строить Это Боевые баги Боевые баги Ну относительно Дешевые Я бы сказал Что на начальном Грудной игры Они довольно Неплохие То есть Можно их даже Наверное сравнить С Макинными клинками Да Они довольно Неплохо Дамажат Да То есть У них меткость 58 Ну это Понятно У меня Проключено То есть Но в принципе Они довольно Неплохи Мне они понравились Больше всего Наверное Из того Что стреляет На ранних Этапах игры Вот То есть В принципе Они неплохи Но довольно быстро Дохнут Поэтому Грубо говоря Ни нафиг Никому не Ночит тоже То есть Я бы даже Вообще сказал Что культ скорости Это огромное Одно Сплошное Разочарование Вот Но в принципе В принципе Сойдут Так Дальше Двор меков Двор меков Сейчас я его Покажу Так Он производит Во-первых Меков Во-вторых Мекопушки Ну до мекопушки Дойдет Вот так Меки Где-то они у меня Тут есть Вот они Меки Что В чем все Ну В ближнем бою Я их даже не пробовал Нафиг не надо То есть У них конечно Есть Вот возможность Пострелять Но Они не для этого Созданы Это скорее Отряд поддержки У него есть Способность Инструменты Мека Чинить Технику И я бы сказал Если вы играете Через техник И я бы даже сказал Что вы скорее всего Будете через технику Потому что Закидывать мясом Невероятно сложно Практически нереально Мясо закидать То есть Вы будете играть Через механику И скорее всего У вас будут Штуки 3 или 4 Даже мека Потому что Чинить придется Каждый ход Плюс 8 Тоже так же Быстро умирает Вот Как у всех Ну Отрядов Которые Да Являются Как бы так сказать Инженерами Да То есть Они способны Основывать города Вот Способны Уничтожать Ну Очищать Плетки Вот Но у них Еще есть Нелегальная особенность Им дают Возможность Изучить шашку То есть Все пехоти Которые есть У ворков Есть возможность Изучить шашку Это противопехотная штука В общем Для некоторых Отрядов Она хороша Для некоторых Не очень Ну Пусть будет бонус Да То есть Конечно Воевать им Никто никуда не пойдет Но Бонус есть Вот Как у всех Пехотинцев Ворков У них есть Как это сказать Характеристика Да Уникальная особенность Мы идем Плюс одно движение Плюс одно максимальное движение То есть Ну Ничего такого особенного Ничего важного В этом То есть Я скорее всего Буду использовать Эту способность Чтобы отступить Чем Нападать Кроме того Например Очень часто У меня такое бывало Что я допустим Думаю Так дойду я На следующий ход Да Допустим Сойду Допустим В перске Руни Не знаю Применяю Да Ну Сейчас вот повезло Сейчас зашло Да Потому что здесь Кругом Без штрафов Движение А бывает Применяю И не могу Нифига попасть Внутри То есть Если вы где-то Находитесь В зарослях Да В руинах Бесплатно потратить Этот навык Хотя он Довольно неплохой Если нужно Спасти отряд Так дальше Танкобой Танкобой Вот этот ряд Мне нравится То есть Чем-то напоминает Ракетометчиков Да В имперской дворде То есть Они довольно неплохие Для уничтожения техники Довольно много урон Наносят Но Очень быстро дохнут То есть Грубо говоря Вы их тоже будете Штамповать Как пирожки Вот И у них есть Та же самая способность Мы идем Возможность Зачить шашку Противопехотную Они кстати Шашкой лучше работают Чем своими Ну Как это называется Ракетометами Да По пехоте Поэтому хорошо Но вот у них Есть еще возможность Изучить Танколомную бомбу Да То есть Это отличная штука Отлично Наносит Огромное количество урона Но в ближнем бою Да То есть Если допустим Вы так можете Пострелять на Тальность 2 То С этой бомбой Надо подойти Она раз 10 ходов То есть Очень Очень такая Актоская Не часто Вы будете применять Но Если допустим Где-то поймали Вражеский танк То пара таких Танкобоев Могут его Настолько сильно Повредить Что Уничтожат За пару ходов Вот Потом просто Надо будет Добить В общем Это хороший отряд И Я бы даже сказал Еще одну интересную деталь Сразу упомяну Что у орков Практически нечем Сбивать Вражескую авиацию То есть Если против вас Сбирает авиацию Вы считаете Попали Вы ничего Практически Не сможете Сбить Они Конечно Неплохо Доносят Урон По авиации Но их нужно Огромное количество Так дальше Чудила Чудила Это герой Я его не буду Я потом Героев всех В одном видео Рассмотрю Айболит Это герой Но я бы сказал Что его нужно Рассмотреть сейчас Да Есть он у меня Где-то Я уже не помню Так Айболит Айболит Он у меня был Где-то Вот он Да Это герой Которых Тоже придется Штамповать Огромную кучу То есть Даже если вы Играете через технику Да Вам все равно Нужно много Количества парней Чтобы принимать урон И иногда Панавливается Подхим Это 6 очков здоровья Каждый ход Можно восстанавливать Отличная штука Вот Ну И еще у него Есть такая возможность Тоже давать Не героем А пехоте 50% С лишения урона То есть Раз в 5 ходов Вы можете На 3 хода Коммунить отряд Пехотному Да Или Даже наверное Не пехотному А органическому Вот так наверное Будет Правильно сказать Дать вот эту возможность С лишения урона 50% Зачем это нужно Ну Я попробую объяснить Есть такой отряд У них Сквидботы Которые являются органическими Они их Мечат И возможность Дадут Снижать урона Ну Сквидботов Я потом еще Конечно Упомяну То есть Так Навык есть Поменьшать содержание Пехоты Пищи Рудой Энергии Бегио Они Минус 25 На энергию Руду Иду Радиус Питры 4 То есть Если вы играете Через пехоту У вас Куча Пехоты То 25% Содержания Пойдет Небольшой Конечно Это бонус Но В принципе Бонус Неплохо Вот То есть Это Хороший Отряд И их Будет Много Это Хоть и Герой Но Я Вот Здесь Прямо Смотрел Так 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 Смертолет Смертолет Универсальный Застрящий Способный Передолет Я скажу Так Что Авиация Уорков Как и Вся Наверное Техника В путь Скорости Настоящая Бара О Где-то Он у меня Тут Был Так Смертолет Где-то Тут Неужели Его Уничтожили Так Это Плохо Блин Не Покажу Я его Походу Ну В общем Должен Сказать Что Это Настоящее Барахло То есть Это Скорее То есть Там Даже Написано Что Это Больше Реактивный Байк Походя И летает На Так Созы Пропельные Тяги Вот Ну Походу У меня Его Уничтожили Не могу Показать В общем Он Настолько Слаб Настолько Он Плохой Отряд Что Я Даже Не Знаю Что Сказать То Есть Ну Это Авиация Сейчас Я его Даже Покажу Вот Здесь Это Так Смертолет Довольно Большое Содержание Три Энергии Шесть Врияния Очень Слабый Наверное Только По Пехоте Нормально Работает Ну Иногда По Авиации Фражески Потому Что Он Тоже Как Летающий У него Есть уникальная Способность Он Способен Как и Любой Разведчик На Три Клетки Вокруг Разведать Все То есть Это Неплохая Способность Ничего Больше Ничего Такого Особенно Вот Так Что У него Еще Есть Там У него Там Еще Была Ну Как У всех Джетбайк Возможность Молот Гнева Использовать 25 урона То есть Абсолютно Не помогает 25 урона Если Вы Не можете Много Урона Нести Не надо Так И способность Впитать 30% Урона Вот Примерно Такая Уклонение Кажется Там Не помогает Потому что И довольно Быстро Уничтожает Жаль Конечно Что У меня Его Уничтожили Это Плохо Не успел Показать В общем Но Ничего Такого Особенного Нет Я бы Сказал Что Лучше Вообще Коль Скорости Не изучать Так Дальше Банки Убийцы Вот Банки Убийцы Я походу Тоже Забыл Построить Потому что Это Бесполезный Отряд Вот Банки Убийцы Так Три Руды Содержания Шесть Влияния Довольно Дорого Стоит Очень Быстро Умирает Наносит Очень Мало Урона Мне Он Очень Не Понравился Но У него Я бы Сказал Особенность В том Что Он Намного Больше Единицы Здоровья Имеет То есть Так Сказать Под мясо Но Для мяса Он Очень Дорогой Все Так 42 Производства 60 Руды Три Содержания Он Очень Дорогой В общем Я бы Не построил Это плохо Забыл Совсем Что такое Есть Потому что Он Абсолютно Бесполезен Точно Так Же Как И Смертолет Хотя У Смертолета Наверное Еще Можно Придумать Что Нибудь С его Абилкой На Три Клетки Размерить Что Это Можно Придумать Но С этими Банками Абсолютно Ничего Дел Это Ближний Бой Конечно Он Способен Какой Урон Нанести Но Практически Сто Процентов Он На Следующий Ход Будет Убить Абсолютно Слабый Отряд Так Мекопушка Бронировая Противовздушность Не знаю Почему Назвать ее Противовздушной Она Абсолютно Бесполезна Против Авиация Настолько Мало Урона Наносит Что Я даже Не знаю Что С ней Делать Изучение Способности Плюс Две Точности Для Тайного Огня Абсолютно Не Помогает Тем более Она Действует Раз Десять Ходов Очень Мало Урона Наносит Очень Мало Урона Я Практически Не знаю Вообще Зачем Мне написали Что Она Противовздушная Она Абсолютно Всему Наносит Мало Урона Единственное Наверное Ее Хорошая Способность Она Довольно Много Урона Может Принять Вот То Но Не Боевой Отряд Хлам Если Подвигался Снижается Точность Она Конечно И нанесет Нормального Урона Если Авиация Подойдет Но Максимум Топов Стационарных До условий То есть Во время Обороны На мой Взгляд Полный Хлам Даже Строить Не нужно Особенно Если учесть Что И против Всего Остального Тоже Работает Довольно Вяло Так Боевая Фура Боевая Фура Еще один Отряд Который Абсолютно Бесполезен В пульте Скорости Очень Сильно Мне Не нравится Если Вот У меня Огромное Количество Исследований На него Произведено Огромных Поступов И он Все равно Наносит Очень мало Он еще Десятого Уровня И смотрите Он наносит Одиннадцать Двадцать Урона А На первом Уровне Без исследований Он наносит Всего Где-то Три Урона То есть Я не знаю Зачем Вообще Она нужна То есть По идее Она должна Быть Супер Оружен Внушать Страх То есть Направо Налево Раздавать То есть Все Отряды В культе Скорости Мне очень Сильно Не нравятся Они Абсолютно Абсолютно Бесполезно Орки Меня просто Поразили Своей Бесполезностью Так Ну Есть Возможность Изучить Уникальную Способность Лишняя Хваталка Да Раз Три Хода Обездвиживает Наземный Тех Противник То есть Если бы Она Допустим Могла Обездвижить Авиацию Я бы сказал Что Можно Что-то С ней Придумать Обездвижив Ряд Спустим Подогнал ВСК И уничтожил Но Наземную Технику Тут и так Есть чем Уничтожать Потому что В ближнем Бою Так как Рассорки Очень Могу Урон Просто Не способны Пережить Ответный Ураг Вот В общем Еще одна Бесполезная Штука То есть Мне Абсолютно Не нравится Этот Отряд Так Дальше Что Меганоп Вот Меганоп Это уже Отряд Который Мне Нравится То есть Я бы Его Рекомендовал Он В ближнем Более Наносит Много Урона Он Вполне Способен Пережить Несколько Атак То есть Смотрите На 10 Могу На 37 Но Броня 11 Ну Это Понятно Что Всякие Исследования И прочее Но Он В принципе Хороший Отряд То есть Имеет Штут 5 Допустим В армии Очень Неплохо Потому что Они технику Просто Ближний Бой Их Основная Фишка То есть Они способны Просто Вражескую Технику Разрывать Хлам Вот Даже Покажу Вот Видели Да Боевая Фура На 11 На Сноу Он Подходит И Просто Просто В ноль Урабатывает Технику То есть Против Техники Хороши Но Тоже Довольно Быстро Умирают То есть Их Имеет Смысл Штамповать Пока Не Не будут Доступны Отряды Так Дальше Дальше Дака Истребитель В общем Сейчас Я его покажу 35 Здоровья Броня 7 Его Уничтожает Практически Все То есть Все Что Может Стрелять Его А нет Прошу Прошу Прочень Это Не Дака Истребитель Вот В принципе Разница Небольшая Тоже Самое 7 Здоровья Ой 7 Броней 34 Здоровья Как Авиация Летает Конечно Это Хорошо Но На мой Взгляд Хлам То есть Весь Как бы Это Список Отрядов Искульта Скорости На мой Взгляд Хлам Вот То есть Он В принципе Неплохо Наносит Урон Это Я не буду Отлицать Но Он Не переживет Ответ Урон И вот Практически Мгновенно Уничтожат А если Допустим Армия на армию Где-то Сошлись То Ну Их Очень Быстро Уничтожат А Содержание И строительство Их Стоит Больших денег Ну Кстати Оказывается Не таких Больших 30 Руды 30 Энергии Но Содержание Три Энергии То есть Это Довольно Много Опять же Для того Чтобы Строить Истребители Нужно Будет Во-первых Сперва Изучить Технологии Здания Которые Строят Потом Построить Еще Несколько Таких Зданий Чтобы Была Возможность Их Производить Хотя Раз Чтобы Раз Их Производить Я построил Четыре Штуки Какой-то Скорости Вот Но В принципе Урон Они Наносят Солидный Так что Я бы Не стал Сказать Что Это Совсем Полное Барахло Единственная Проблема Это Что Он Не Переживает Бой Но Урон Нармал Так Гарконавт Вот Гарконавт Это Уже Оружие Победы Я бы Так Сказал Потому Что Он Отлично Работает Как Против Наземной Армии Так И Против Воздушник То есть Я даже Покажу Вот У меня Целая Куча Гарконавт И Кружила Город И Забивает Его Именно За счет Них Я И Побеждал Единственное Только Есть еще Отряд Который Может Неплохо Помочь Это Техника Поэтому Нужно Много Меков Чтобы Ее Чинить Вот Также Обладать Свойством Трансов Можно Сгрузить Парочку Пехотинцев Чтобы Они Вывалились Это На мой взгляд Один из самых лучших Отряд Я бы сказал Это топ 1 Отряд Курков Потому что Он Универсальный Вот Это его основная фишка Он огромное количество урона Стреляет Самый лучший Отряд На мой взгляд Курков Так Паджига бомбила Вот я его показывал Абсолютно точно Такая же штука Как истребитель Ну Примерно Такая же штука Как истребитель То есть Те же самые Ну Как бы сказать Вооружения Да То есть Те же самые Броня Здоровье То есть Очень быстро Будет дохнуть Прям Ну По авиации Будет работать он хуже По наземной Тоже будет хуже То есть Вот этот Мне понравился В плане дамага В плане обороны Этот похуже Да Но у него есть возможность Допустим Бомба поджили Да Расти хода Способна немножко Инвести урон Урон слабый Смысла строить Поджиг Я не вижу То есть Единственное Только Какой-нибудь Тактический ход Когда вы Допустим Кучей авиации Залетаете И пробуете Какой-нибудь Маленький город Потому что Ну Полноценный город Конечно Таким Таким налетом Нечто же Там 400 здоровья Никто не способен Нанести За пару ходов Такого В общем Исключительно Только допустим Я использовал Здесь у меня был Город космодесант И я бы не мог Никак взять Потому что Здесь узкие места Были То есть Я Со всех сторон Навалился На земную технику И еще кучу Авиации Они довольно быстро Сдохли все То есть За пару ходов Их разбили На мой взгляд Хлам Пульт скорости Полный хлам Вот То есть Их нужно Правильно уметь Использовать Так Теперь Загон погонщиков Загон погонщиков Ну Это Высокотехнологичное Здание Оно Производит Вот таких Вот Легнадских Скриготов Скриготы Это Отличное Отличное Оружие У них большое Количество Здоровья Они способны Впитать Огромное Количество Урона Их можно Лечить Айболитами У них есть Возможность Молот гнева Плюс 25 урона На 1 ход Раз 3 хода И у них есть Уникальная Способность Которая Перезвышается Каждый ход Топтать То есть Действуется Понятное дело Против Против Сухопутных Армий То есть Грубо говоря Вы можете Внести Огромное Количество Урона Сейчас я Посмотрю Дотягиваться Или тут у меня Куда нибудь Вон Чтобы показать Так Ну нигде По моему Нету А нет Вот Показываю То есть Смотрите Я этот танк Просто в хлам Урабатываю Понятно Что он у меня Раскачанный 10 уровня Но Против Сухопутных Армий Он Невероятно Крутый То есть Я его даже Без использования Молотогнева Просто в хлам За 1 ход Уничтожаю Плюс Если он может Потоптать Да Против пехоты Она не так Эффективна Хотя Как видите 5.3 Это довольно Неплохо Но Можно Потоптать И технику Если рядом Была То есть Это Отличный Отряд Единственная Его проблема В том Что он Наносит Основной Урон Только По Сухопутным Армий То есть Он может Пострелять Конечно По Вражеской Авиации Но Довольно Небольшой Урон Наносит Поэтому Его Противник Будет Уничтожать Именно Авиация Скорее всего Блокировать Его Потому Что Он Не сможет Большей Урон Урон Умнасти Вражескому Двину Он Еще Обладает Способность Транспорта То есть Способность Перевезить Кучу Пехоты Неплохая Подмога Я бы даже Сказал Отличная Подмога Потому Что Он Перемещается На огромное Количество Клетов То есть 4 В отличие От Комператор Который На 3 Перемещается То есть Он Далеко Может Двигаться Это Отличная Фишка Я бы сказал Что Это Наверное Отряд В топ 2 Входит Топ 2 Гигантский Сквидбот То есть Им Можно Уничтожать Вражеские Допустим Сооружения Вражескую Технику Просто Уничтожать За пару Ходов Отличная Штука Но Очень Дорогая Я даже Сейчас Покажу Сколько Она Стоит Вот 160 Руды 160 16 Содержания 32 Влияния Содержания Очень дорогой Мне пришлось Построить 5 Загонов Погонщика 5 штук И то Он Производится Раз В 2 Хода То есть Он Очень Долго Будет Производиться На мой Сгляд Это Отличное Отличное Подразделение Я бы даже Сказал Здесь Можно Назвать Топ 3 Это Гарканав Топ 1 Топ 2 Сквидбот И Топ 3 Топ 3 Это Уже Идут Меганобы То есть Все Остальное Уорков Знаю как им воевать Я не знаю как им побеждать То есть Возможно просто Тупое мясо То есть Постоянно штамповать 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 В общем Так Ну Кажется все Все отряды Я посмотрел Отдельно Наверное упомяну Что варбоссы Которые герои Самые первые герои Которые Доступны Это Отличное Подразделение Для начала игры Оно В ближнем бою За один ход Способно уничтожить Катачанского Дьявола Да И при этом Пережить ответные атаки Других Катачанских Дьявола То есть Тоже Отлично Уничтожает Роботов Костелянов Для начала игры Для зачистки нейтралов Отличная штука И даже потом В середине В конце игры Она будет Очень Потому что В ближнем бою Наносит огромное Количество Урона Единственная Проблема В том Что он Точно так же Как и все Орки Быстро умирает И даже Прокачка До десятого Уровня Или допустим Загрузка Его артефактами Не помогает Потому что Если вы загрузите Артефактами На допустим Дополнительное здоровье На дополнительные Брыни Это ему не помогает Он очень быстро Уничтожает Это не жилец В бою Хотя Если он все таки Дойдет до кого-то То он нанесет Огромное количество Ну на этом вроде все Все отряды Рассказал Показал Некоторые Не показал Конечно Забыл Что они существуют Потому что Они абсолютно Беспоездные В общем На сегодня все